Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. С 22 февраля на Доме-2 стартует новый сезон Школы актёрского мастерства. На этот раз участники проекта будут готовиться к постановке мюзикла. Вернутся уже известные нам педагоги, в их числе Алексей Секирин. Он очень хорошо вписался в круг участников, отлично знаком со многими, с некоторыми даже гораздо ближе, чем с другими, например, с татой Абрамсон. Мама Петра-рыбалка просит привезти к сыну девушку Веронику на проект. Дом-2 для пар, пустите к нему, пишет женщина. Саша Харитонова сообщила о новых правилах на Доме-2. Главный продюсер отдал приказ лишить участников возможности сидеть в соцсетях. Иными словами, он отключил Wi-Fi. Также героям Дома-2 запрещено разглашать события, которые происходят на проекте. Таким образом, организаторы хотят подогреть интерес к просмотру проекта, ведь многие люди уже давно не смотрят эфиры и читают новости только на сайтах о Доме-2. Вова Гауди признался, что на острове ему очень тяжело. Как же трудно не изливать свои мысли в интернет. К сожалению, по правилам проекта нам ничего рассказывать нельзя. Скажу только одно, адски тяжело. Сейшелы либо убьют отношения, либо создадут гранитный союз. Хочется второго. Ваня-Заря счастлив в новых отношениях с Софьей Вермут. Мы разные, но нас объединяет любовь. Как вы помните, к Вике Комиссаровой на проект пришли два новых участника. Несмотря на то, что девушка в отношениях с Антоном в шоке, она не стала скрывать, что один из новеньких ей понравился. Я очень много общалась с Димой, мы поговорили абсолютно обо всем. Я призналась Антону честно, что он мне понравился. Я считаю, это куда лучше, чем врать. Андрей Черкасов вместе с Сашей Харитоновой проведет кастинг. Он состоится в Рязани 23 февраля. Саша Артемова думает о создании своей коллекции платьев или купальников. Она советуется с подписчиками. Мне так хочется загрузить себя еще большей работой и делами. Может выпустить еще одну коллекцию моих платьев? Может купальники крутые сделать? Что посоветуете? Маша Кахно призналась, что прошлый год был для нее очень трудным. Я понимала, что брак не клеится. Я совершенно не хотела жить. И благодарю Бога за то, что он дал мне возможность хоть немного вздохнуть и почувствовать, что жизнь есть. У меня появились планы. Андрей Чуев благодарен Марине Африкантовой, а также своей бывшей жене Тане Киосе за то, что они ладят друг с другом. Спасибо вам за мудрость в отношениях друг с другом. Лера Фрост опубликовала фотографию с Сейшел, на котором она красуется в новом наряде. Девушка стала объектом для насмешек, потому что наряд Леры подозрительно похож на те вещи, которые в свое время носила, будучи участницей Дома 2, Элина Камирен. И в глазах многих она стала обыкновенной поберушкой. Даша Пынзер и Вика Романец приняли участие вместе в фотосессии вечерних и свадебных платьев. На днях Николай Должанский при поддержке Тимура Гарафуддинова выпустил свой первый альбом и презентовал его. Ольга Бузова тоже записывает новую песню для своего будущего альбома. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.